Ну что же, а может быть и не очень нам надо. Начинаем, собственно. Старт, поехали. Рад вас приветствовать. У нас с вами девятая лекция. Мы с вами сегодня наконец-таки отправляемся в самое настоящее объектное ориентированное программирование. Сегодня появляются у нас объекты и классы. Значит, первое. Что такое класс? Класс это всего лишь пользовательский тип. Но в C++ есть пользовательский тип структура. В классе главная фишка его это объединение. Это тип который объединяет данные объединяет данные и код. их обрабатывает. Если вдруг у нас появится возможность включить проектор, я покажу в разработке. с другой стороны, может и к лучшему мы больше успеем следить на доске. Он не отвечал. Я одну вещь... Он, кстати, не отвечал. Не отвечал. Все, успокоимся, будем писать. Я одну вещь не успел вам рассказать в прошлый раз, а она для нас в принципе может быть очередным этапом от просто структур К-класс. Дело в том, что я создавая этот односвязанный список, шаблонный, шаблонизированный односвязанный список, я старался функции обрабатывающей список называть слово лист. То есть у меня возникала такая ситуация, что у меня эти функции, они так назывались. Вот у меня есть структура, соответственно, страх, лист, не пишите. Сейчас очень важно вникнуть, посмотрите, потому что я все равно сейчас это сотру, а напишем начисто. Хорошо? Отложите ручки. Какая была идея? Я создаю структуру, список, в которой внутри все нужны мне данные, размер его, да? А рядом кладу функции, которые у меня называются там, не знаю, там, void, лист, подчеркивание и нет. Да? И у нее какие-то параметры. Ну, первым параметром у меня, естественно, идет сам список всегда, да? Который я и собираюсь обрабатывать, да? Я его передавал туда по ссылке. Лист, амперсант, ну, я могу написать туда self какой-нибудь. Тогда будет созвучно немножко с титоном. Ну, и остальные какие-то параметры могут быть в том числе. Да? Но у меня отдельно жила структура лист и отдельно функции для нее существующие, да? А я хочу сказать так. Я хочу, чтобы нельзя было работать со структурой лист, иначе как через эти функции. Лист EDIT, лист EDIT, лист EDIT, ИDIT, лист INSERT, ставка в серединку, Понимаете? Понимаете фишку, да? Я хочу, чтобы другого способа работать с этими данными просто не было. Сейчас я конкретный пример приведу. Как я могу, ну, можно немножко еще сильнее их объединить, но по-прежнему не реализовать вот эту идею. Вот эта идея закрытости внутренности структуры класса. Сейчас он станет классом. А закрытости называется инкапсуляция. В капсулу взять, но есть методы изменить содержимое, но я реально не могу судить о том, что там внутри. Я могу судить по, опять же, реальным действиям, происходящим вовне. Понятно? А все внутри класса, оно там, все данные скрыты. Ясно? Еще это называется принцип сокрытия данных, а объединение данных с кодом, как и код именно позволяет доступаться к этим данным, инкапсуляция. Поняли? Раньше исключительно на именах я игрался с тем, чтобы это казалось, что это про одно и то. А, ну еще. Я это выделил в отдельный модуль. Надо сказать, что ни то, ни то не отменяется. В обеих пориентированном программировании не отменяется. Но оно становится, игра с именами, она становится автоматической. Она станет автоматической. Сейчас я покажу, не торопитесь. Сейчас я перепишу начисто, вместе с вами вы ручки возьмете и запишем. А выделение класса в отдельный модуль, это пожелание, желательно, чтобы отдельный класс лежал в отдельном модуле. Есть такой язык Java, в котором это вообще обязательно. То есть там классы, они прямо в принципе раскладываются по отдельным файлам, каждый класс в отдельном модуле. Но в C++ можно несколько классов в одном модуле, если это разумно, пожалуйста. Но разрывать один класс на несколько модулей нехорошо. Он в одном модуле. Так, ладно. Теперь поехали. Значит, я стираю напоминание и начинаем с вами писать. Первый класс, который мы с вами создадим, будет называться стракт. Оказывается, стракт в языке C++ это никакая не C-структура. Это самый настоящий класс. И я создам класс под названием Student. Что я опишу внутри этого класса? Не верьте глазам своим, это на самом деле класс. Но слово класс я пока не хочу писать, чтобы не затруднять чтение. Там сразу появятся дополнительные идентификаторы. Ну, в общем, дополнительные слова, которые сейчас мне нужны. Я все-таки, наверное, вот здесь начну писать его. Открываю его. Значит, у меня внутри него теперь будут и данные, и функции его обрабатывающие. Первое, что я сюда впишу, это данные. Ну, допустим, я про студента хочу хранить его возраст, так, и его имя. Имя это будет SPB-стрим. Что я хочу? Я хочу, чтобы я мог инициализировать этого студента, то есть заложить ему начальное состояние, собственно, возраста и имени. Я хочу, чтобы возраст можно было увеличивать на единичку. И самая фишка того, что когда я увеличиваю возраст на единичку, да, я назову это aging, старение. Так вот, студент, он парень веселый, он не пропускает дня рождения, всегда отпразднует. Мой студент будет это делать на консоль, писать в O-стрим, в Сиалу, писать мне теперь столько-то лимитов, ну, или даже конкретно свое имя, да. Понятно? То есть это не будет происходить просто так. Итак, что получится? Значит, я записываю сюда два метода. А, да, и еще. Третий метод, который я хочу, это, в принципе, распечатка информации про студента. То есть, принт. Да? Я давайте сделаю так. Я вот здесь вот справа нарисую диаграмму, в которой я буду отвечать содержимому, ну, как некий проект моего класса. Понятно? Его название будет студент. Данные, которые в нем хранятся, будут, соответственно, int, h. Обратите внимание, еще раз, это не программный код. Это мой комментарий, это схема этого класса. Но я все равно же могу указать, что h это int, правда? Я могу h двоеточие int написать. Это не синтакс из языка программирования, это исключительно зарезовочка. Можно это не компетизировать, а так можно просто age, name. То есть, главное, чтобы я понимал, о чем речь. Понимаете? Но первыми пишутся именно его свойства, его атрибуты. Ясно? Переменные, вложенные в буты, структуру. Класс. Значит, а дальше отделяется в этом прямоугольчике следующие черты. А тут пишутся методы, которыми я буду вызывать. Опять же, поскольку это черновой набросок, это черновичок, который я буду использовать для реализации программного кода. Так вот, я вот здесь, а я одну вещь хотел сказать. К доске желательно подбивать поближе, чтобы доска была крупнее. Потому что иначе текст потом тяжело читать. Забыл сказать для лекции. И переключаться лучше между досками. То есть, если план вот этой доски, а потом, если кто-то, на ту доску, а потом на ту доску. То есть, если я перехожу, чтобы целая доска всегда помещалась, ты под краешей. Значит, будет плохо видно. Итак, я что хочу сейчас? Я придумал, что у меня будет метод инициализации, при помощи которой я заложу туда имя и возраст начальное, когда он поступает у меня, этот студент, когда становится. Создаю, скажем, как студента и инициализирую. У меня будет метод aging. Да? Aging. Кто-нибудь знает хорошо, но эскизы. Правильно я делаю, что и убираю, да? Не aging, а aging. Да? Помнишь? Aging, который у него увеличивает год на единичку и при этом печатает. Да? И, собственно, просто распечатка информации про студента. То есть, студента можно принтовать. Вот такой проект моего класса. Поехали, его реализовываю. Значит, я сюда внутрь, прямо внутрь структурки, пишу, соответственно, void init. Void init. Она получает параметры, собственно, int, h, std, string, name, но мне очень важно, чтобы те параметры, которые она будет получать, отличались от параметров внутри структуры. я назову int, int подчеркивание h, надо сказать здесь, что есть некоторые разные способы записи. Дело в том, что в питоне подчеркивание как раз было часто использовалось для атрибутов класса. для атрибутов класса, атрибутов объекта. Там они различались, эти понятия. Но именно они были с подчеркиваниями. Я могу здесь, в sequence plus нет такого строгого требования, да и там оно не строгое. Но я сейчас поставлю подчеркивание в качестве для параметра функции. То есть это внешний параметр, который пришел внутрь функции, функция закончится, параметр это тысячи. Понятно? Он на стеке выдается. Итак, int, кей-иджи, запятая, соответственно, на стд два двойточия стринга. стд два двойточия стринга. Подчеркивание name. Подчеркивание у меня здесь с пробелами. Ну или как бы age 0, name 0. Просто они должны отличаться от тем. Так. И я прямо тут пишу реализатор, прямо внутри структуры. А теперь вопрос. Подождите. А где, собственно, параметр student? Когда я писал функцию во внешнюю, она жила во вне класса, вне структуры, то у меня функция первым параметром получала self. Ну как бы вот ссылку на тот объект, с которым она будет работать. Но здесь этого не требуется. В питоне, вы помните, там у нас методы, когда мы их описывали внутри класса, они все равно у нас были с self. То есть они у нас в этом писали явным образом self, запятая, и так далее. Ну тип, в питоне не нужно писать тип, но там был self. А здесь его писать не надо. Он есть, но он называется не self, а this. надо сказать, что вот этот this это не ссылка, а это указатель. Это указатель на текущий экземпляр, для которого вызван init. Как только я покажу сейчас, как этим пользоваться, ну вы же помните, как мы в питоне этим пользовались. То есть сам use case вот этого дела, он достаточно простой. Я не буду сейчас перескакивать, я закончу. написание функции, потом напишу, как пользоваться. Надо было вначале написать, как пользоваться, наверное. Так вот, это указатель, а значит, чтобы доступиться к name и к age, я что должен сделать? This name равно подчеркивание name. Вы резонно можете мне сказать, Макфей Федорович, ну зачем же вы нам тогда сказали, что name и age с подчеркиванием надо написать, ну все равно, это же разное, то есть я по указателю разименовываю, собственно, сам объект, добываю и туда его name, кладу name. Ну, в питоне там это по ссылке, то есть self.name, да, но смысл-то именно такой, я по ссылке беру сам объект и его свойства, да, а здесь, здесь ситуация иная. Вот эта вот this стрелочка является необязательным. То есть доступ к атрибутам этой, вот эта функция, она нужна, чтобы работать конкретно со студентом, именно с ним, с одним конкретным студентом. Она позвана, эта функция, как метод конкретного студента одного. а значит, она вот этим его атрибутам hnm просто доступается. То есть я могу просто написать name равно подчеркивание name, простите, h равно подчеркивание h. А раз так, то у меня, как видите, идентификаторы, ну, как в пространствах имен, имена, как бы, они бы наложились, если я бы назвал их одинаково. Если бы я их называл одинаково, то мне пришлось написать this стрелочка, потому что параметры, они, естественно, более локальные, чем атрибуты класса. Понятно? А так, я, пожалуйста, выступаю все очень коротко. name равно подчеркивание, name 0, h равно h 0. Я заложу туда значение. Окей? Поняли? То есть вот этот name и этот name они принципиально разные. Вот этот вот, это параметр, который существует на стеке на время вызова функции. и этот h, это переменная на стеке на время вызова функции. А вот эти две, они существуют, вот это и вот это, да, они существуют, пока существует объект. Что такое объект? Я вот сказал, что такое класс, не сказал, что такое объект. Объект это экземпляр класса. экземпляр, то есть реальная его реализация. Но это отличается от шаблона и его инстанцированного экземпляра. Понимаете? Вот эта специализация функции, которая возникает в результате инстанцирования, она происходит на этапе компиляции. То есть этот был шаблон, на этапе компиляции он был выделен, да, вот он шаблон, и мы его на этапе компиляции же отштамповали в либо функции, у нас появилось какое-то количество функций, либо в структурке, либо в классы. Но в любом случае мы это сделали один раз в момент компиляции и дальше у нас новых ни типов, ни новых функций появиться уже не может в процессе самой работы. А вот объекты это что? Появляющиеся в процессе синоптических пошла работа программы и у меня эти объекты они, пожалуйста, хотим создать объект? Пожалуйста. Объекты, поскольку они являются почти си структуры, только с наворотами, то объект можно напихивать в объекты. Да даже в принципе объекты можно и в массивы напихивать, правда там есть проблемы с этим некоторые возникнут. Попозже расскажу почему. Но в принципе объекты можно создавать динамически сколько угодно. Понятно? Типы новых объектов не могут создаваться в процессе работы программы. Ясно? То есть класс это тип, а объект это переменная этого типа. Причем в питоне там все было объекты. Просто все, даже целое число инт это тоже был объект. Понимаете? То есть когда я спрашивал какого типа там число 2, он мне писал класс инт, типа класс. В C++ у нас типы делятся на типы объектные, в смысле классы, и на типы простые. Вот в частности инт age это простой тип. А std string это класс. А поскольку ней является по сути пришедшим мне прилетевшим сюда экземпляром этого класса, то раз так, то он достаточно может быть большущий. Объекты вот этот он может быть мегабайты занимает. Этот инт он 4 байта. Ну я почти уверен, что 4 байта. А вот эта штука она может занимать мегабайты. Поэтому надо подумать, а я реально хочу например вот эту строчку принимать как копию строки. Мне действительно нужно делать копию строки, чтобы инициализировать моего студента. Понимаете? С объектами классов надо быть иногда осторожными. Иногда можно вот сюда понимая, что это объект дописать туда соответственно что я не хочу делать копию. Мне достаточно чтобы это была константная ссылка. И этого вполне достаточно. Понятно? Можно просто? Да. На число нельзя делать константную ссылку. Если вам сумят реальное число, то на него нельзя ссылку. Он не лежит в памяти нигде. Объект он всегда лежит в памяти. Можно? Так почему именно константная ссылка? Почему нельзя просто на ссылку? А вдруг я ее изменю изнутри? Или допустим я разрабатываю интерфейс моего класса, я написал неконстантную ссылку. А мой подмастерье потом не меняя интерфейс, он взял и вписал туда что-то случайно портит name. Подчеркиваю ним. Он взял и перепутал подчеркиваю name. Написал. Например. Понятно? и мой компилятор не сможет мне помочь и сказать что произошел криминал. А если я напишу что эта ссылка константная то я сам себе ограничил права доступа и компилятор будет проверять меня. Он будет проверять ох ты ты пытаешься записать ты пытаешься изменить нехорошо. То есть это дополнительное слово которое загоняет нас в рамки которые нам удобны. То есть мы тогда можем только по ссылке к при чьей памяти только что-то конкретное делать? Только добывать только читать. Только читать. А записать уже нет. За счет константных ссылок мы можем ограничить свое право на чтение какого-то массива чего угодно. При этом он по-прежнему остается вне этой ссылки он по-прежнему изменяет. Но вот так очень удобно делать. Дальше поехали. Значит с инициализацией разобрались. С доступом к свойствам данного конкретного объекта разобрались. Давайте напишем эти функции aging и print. Итак aging эта функция тоже ничего не возвращает. Void aging соответственно она ничего не получает и ничего не возвращает. А ей не надо ничего. Пришел момент я дергаю старение и он у меня старится на год. Что он делает? Как он это делает? Он делает age плюс-плюс но кроме этого он об этом громко кричит. Да? Он кричит std seout 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 что он туда кричит? Он кричит туда я Вася мне age вверх. Да? ну давайте так просто напишем name дальше строка открывается двойточие мне исполнилось кавычка закрывается и соответственно age и angle ftd angle все вот мы соответственно выписали aging реализован осталось отпринтовать студенту на эту тривиальную функцию которая не меняет собственно содержимого и кстати для этого существует дополнительный способ заявить компилятору что мой класс мой объект в результате применения вот такого метода как print ни в коем случае не должен измениться но поскольку print будет у меня как age методом без параметров распечатка не требует никаких параметров просто распечатать и все это вызов события такого события вызов метода давай спечатать так вот void соответственно print да но опять же я не могу здесь указать константность в параметрах потому что нет параметров да как мне пояснить компилятору что внутри этого метода я не разрешаю изменять свои собственные атрибуты читать можно мне же нужно вывести на экран но записать туда изменить увеличить нельзя если я зафиксирую это в интерфейсе класса в его заголовках заголовки функций они же очень важны это именно то место через которое у меня они взаимодействуют друг с другом да совокупность всех заголовков функций у класса является интерфейсом класса то есть что с ним в принципе можно делать зависит именно от интерфейса понятно так вот я это добавляю вот сюда дополнительным словом конст которое пишется не слева а справа обратили внимание то есть вот я пишу заголовок функций полный он может быть с параметрами вполне может быть там параметры есть часть из которых константная часть не константная но сам метод константный константный метод может менять глобальные перемены константный метод может менять параметры которые ему переданы по ссылке или по указателю пожалуйста но менять атрибуты класса не может понятно надо сказать что если у него есть в свойствах класса есть указатель на что-нибудь вполне возможно что он может сам указатель не меняя изменить то что по указателю то есть уже возникают такие тонкости что-то можно что нельзя но вот это существенная защита от изменений ну и тут я такой стдн два двое точе сяу ну и там просто вывожу туда соответственно на name и после пробела вывожу ну или давайте дефис какой-нибудь напишу и age age и конец против на этом я собственно всю структуру описал вот здесь закрываю точка итак итак теперь все это вся эта возня нужна для того чтобы было красиво и удобно пользоваться собственно этим самым студентом так как я буду пользоваться очень просто я буду им пользоваться я вот создаю себе int main в нем пожалуйста создал себе student a student a так и если я хочу могу сразу и b создать студент студенты a и b так что я могу с этими студентами делать я могу сказать а точка и нет написать собственно что ему например 17 и это 8 надо сказать что вот здесь возникнет некоторый конфликт дело в том что я оттуда изнутри решил ссылаться на стд на const std string компенсат я и прогадал и выгодал и прогадал я выгодал если бы имя у меня было большой строкой то я выгодал но прогадал я в том что теперь за счет вот того что написал const ссылка я не могу ему сунуть туда const чарлз звездочка вот эта штука она что это же на самом деле у меня вызывает требования это когда встречается в программе в кавычках такой литерал строки то это требование к компилятору во время компиляции написать в объектном файле в сегменте данных последовательность символов содержащих соответствующую да и что сделать и сюда вернуть указатель на этот кусок сегмента это будет const чарлз звездочка но не может const чарлз звездочка стать ссылкой на стринг вот если бы я вот это дело убрал то я теряю в производительности но зато в принципе могу обернуть на самом деле это невеликая проблема вот так правильней так правильней а вот так обычно не создают потому что редко в программном коде встречается реальная строка в кавычках мы ее скорее будем из файла считывать она уже тогда будет стрингом понимаете мы же не будем работать с const чарлз звездочками из файла считывать да поэтому что я на самом деле для конкретного этого примера я могу сделать это так я могу туда ему сунуть std стринг сделанный на основе вас это временный объект он будет жить только на время вычисления вот этой функции но тем не менее я его создал на время собственно пока этот инид не выполнится а как раз когда он выполнится что у меня атрибут строка уже уйдет туда в name вот здесь так дальше вот я а инициализировал дальше что мы можем сделать с а а а давайте сделаем так b равно а вопрос можно так делать или нет но мы не определили не определили оператор присваивания оператор присваивания работает по умолчанию работает как именно он работает по байтовой копирует то есть все что относится к данным он скопирует надо при этом сказать что несмотря на то что функции я запихал внутрь структуры реально у разных объектов одного и того же типа эти функции будут одними и теми же то есть у меня адрес функции инид адрес функции инид будет один и тот же в сегменте данных в сегменте кода для разных объектов ну зачем мне несколько реальных компилирований я же не буду под каждый объект компилировать свой метод инид правда он один на них на всех просто селф который называется диз и является указателем а не ссылкой просто он туда автоматически отправляться мне не надо его писать да поэтому это дело сработает это дело сработает и благополучно скопирует мне Вася туда там будет аналогичная строка там будет аналогичный правда есть некоторая тонкость как именно он поступит вот здесь вот это сомнитель я честно сказать даже не знаю как именно устроена стринг внутри и что произойдет период такого по байтам копирования чистое сомневаюсь поэтому но сработать может если там у вас вот сам вот этот объект который внутри инкапсулирован он перенесет вот это такое копирование то да но я подозреваю что может нет поэтому вот это дело это такая опасная операция ее возможно надо действительно определять ну если что она определена по умолчанию опасная операция но она определена так ладно давайте еще что-нибудь сделаем сделаем а.agent а.agent и а.print а.print ну и б.print поскольку имя я не менял то ничего страшного переживет стринг даже если это будет реально указателем на одну и ту же строку правда тут может возникнуть сейчас неожиданная проблема неожиданная проблема может возникнуть вот здесь дело в том что вот в этот момент у меня будет происходить очищение всех внутренностей которые там запасены эти стринги должны будут уничтожаться у меня может произойти вторичное очищение памяти но про это потом потом потому что вы это сейчас до конца не понимаете но еще раз пока что давайте не застряться на присваивании на втором объекте короче описав вот так вот объект я могу дальше пользоваться а.in а.print ясно давайте я удалю сейчас переписали я наверное все таки буду меньше переписывать а буду писать линейную а теперь проблема проблема дело в том что я могу изменять возраст я могу его распечатывать на конце но узнать не могу текущий возраст у меня нет возможности оттуда добыть у меня этот студент он как бы скушал нет на самом деле конечно я могу это сделать поскольку это является просто структурой на самом деле никакой инкапсуляции нету как машина с открытым капотом едет машина без этого без внешней обердки пожалуйста взял аккумулятор и поднес хочешь присвоил что-нибудь я на самом деле вместо agent если я ну там вы программист то я могу сделать так чтобы студент в свой день рождения не отказывал я могу взять и сказать а.age равно а и вообще могу даже сделать вот там а равно а.age равно а.age а давайте так плюс равно 10 о сразу плюс 10 лет ни разу не вопрос понимаете то есть оказывается никакой защиты нету защиты нету я могу брать и портить содержимое моего моего объекта я вроде бы создал методы которые позволяют им пользоваться ну вот понятно так я ввел понятие класса атрибуты и методы ввел значит что мне хочется сделать я хочу сейчас реально запретить запретить вот так вот лазит туда но я хочу запретить что запретить его вот вот так вот коробить да как я могу это сделать а при этом мне нужно нет это дождите дождитесь для начала мне надо сейчас вот я думаю я как бы у меня аккуратно это сделать все я понял это все дело в том что правило паблик давайте в следующий раз обсудим там есть к чему это дело так ладно сейчас я подумаю все ли я сказал ну в общем я вот этот вопрос подвешу и оставлю так это нехорошо это нехорошо и в следующий раз я сделаю инкапсуляцию я закрою доступ туда и буду его выдавать постепенно так а теперь давайте обсудим конструктор и деструктор C++ в чем еще одна проблема которую сегодня мы решили оказывается вполне возможна вот такая ситуация допустим я не присвоил студенту а давайте вот так я запятая C напишу я могу создать студент или может это же вот так давайте отдельно я могу создать студента C взял и этому студенту говорю C точка aging и этому студенту будет C точка принт вопрос что я увижу я увижу здесь безымянного студента которому минус 299 649 лет минус почему а ну или там какой нибудь там плюс 1 миллион 200 300 232 тысячи 48 дело в том что я не сделал и нижьи но я вполне могу забыть это сделать а у меня не должно быть безымянных студентов из диким я хочу заставить обязательно выдавать студенту имя и возраст оказывается есть возможность сделать вот эту кондициализацию и нет обязательной для этого она должна быть совмещена с созданием объекта когда я создаю экземпляр класса я именно в этот момент должен запросить короче чтобы нельзя было просто так создать студента цепь а как это можно сделать ответ есть специальный синтаксис в котором у меня появится обязательность указания параметров прямо в момент создания мне придется прямо в момент создания что-то пихать вот если я явным образом скажу сюда что-то я напортачил с этим конст интересантом захотел рассказать вам более профессионально я теперь сам не могу написать сюда петя понимаете в кавычках потому что мне нужно этого петя сюда вернуть в std стринг вы меня простите я сейчас уберу эту более сложную концепцию оставлю в стринг std стринг просто бессылочный и тогда спокойно смогу подоклад сейчас звездочка совать он его приведет к строке я кстати не уверен а вдруг он мог бы и это привести может быть так проверяем но в любом случае я хочу сделать так чтобы без указания параметров он вообще не создавал а еще посмотрите что сам синтаксис конструирования объекта поменялся я новый объект теперь не могу создать без параметров я обязательно должен указать эти параметры делается это очень просто для того чтобы сделать вот такую инициализацию такой так называемый конструктор этот метод называется конструктор мне достаточно убрать вот здесь я убрать void init и написать вот здесь с большой буквы student давайте с вами запишем конструктор тире это особый метод который ничего не возвращает это не главное свойство он действительно ничего не возвращает давайте напишем ничего не возвращает даже void а void из него нету не возвращает так и вызывается вызывается при создании объекта я вам больше скажу объект не считается созданным пока не закончился его конструктор понятно память под объект я уже выделил у меня свойства уже существуют this уже существует внутри конструктора я могу обращаться к атрибутам к name я могу обращаться через указатель this к этим же атрибутам пожалуйста но до этого момента объект не считается окончательно созданным пока не закончится конструктор а может ли он вообще не закончится может может произойти исключительная ситуация которая потребует обработки в этом случае это приведет к последствиям если объект еще не создан до конца это будет означать что ну раз конструктор не произошел значит и деструктор вызывать не надо деструктор что такое деструктор это особый метод который ничего не возвращает да соответственно и вызывается при удалении объекта есть есть ли возможность позвать конструктор нет в отличие от других методов позвать конструктор нельзя можно ли позвать деструктор нет нельзя они автоматические только автоматические но есть нечто напоминающее вызов конструктора напоминающий вызов конструктора две версии вот этого явного момента когда я говорю вот тут он будет вызван первый вариант когда у меня есть например указатель на студента student звездочка p s вот скрипт у студента pointer student значит что я делаю и я вот где-то в процессе работы программы я говорю допустим ладно вначале я положу нулпт нельзя чтобы указатель валялся да еще не инициализировано у меня глаза просто не разрешают так вот что я говорю я сейчас скажу ps равно new student но как только я написал конструктор как только я написал конструктор студенту его можно было не писать потому что создавали структурки в которых вообще нет ни одного метода я только что писал студента у которого был метод init но метод init можно было вызывать это обычный метод его можно вызывать явным образом инициализировать студента сколько хочешь вначале цивилизировал его как Васю потом как Машу понятно тот же самый то есть он перезапишет ту строчку новым содержимым да а я не хочу чтобы студент менял имя так вот как только я создал конструктор с параметр у меня тут же пропадает невидимый мне но реально существующий конструктор по умолчанию у объекта оказывается у объекта когда я создаю его и если я не написал метода который называется его же названием ну здесь копия один в один до буквы если я не написал конструктора ни одного то у меня при создании ну точнее даже вот сюда лучше показать при создании объекта вот таком вот у меня на самом деле будет вызываться некий тайно созданный конструктор который возникает автоматически в процессе компиляции то есть компилятор сам делает функцию которая инициализирует а что она инициализирует ну например string name она инициализирует пустой строкой то есть если у меня у каких-то инкапсулированных объектов есть конструкторы которые их зануляют например да делают его аккуратный пустой строкой то он их вызовет понятно это называется конструктор по умолчанию я его не вижу я его не могу сделать его делает компилятор на самом деле я могу его переопределить я могу сам его написать но для студента логично чтобы не было конструктора по умолчанию так вот как только я написал конструктор своими руками конструктор параметры то конструктор без параметров который для меня компилятор в прошлый раз делал теперь его нет понятно как раз компилятор видит что я хочу конструировать заниматься конструированием объекта говорит о отлично значит сам решай значит сам если ты считаешь что студенту для создания обязательно иметь возраст и имя то пожалуйста как только я это сказал значит я не могу создать студента при помощи new student точка с запятой мне компилятор будет вот сюда тыкать и говорить студент не может не иметь имени очень понятными фразами мне туда соответственно будет компилятор тыкать и показывать вот сюда мы не можем создать просто так А, Б, С студента вы пожалуйста им сразу имена туда вкрутите вот сюда имена 5 лет хотя бы не знаю пока им giờ Ася пожалуйста выдайте начальный параметр потому что я сейчас буду создавать его мне надо конструктора вызвать чтобы создать надо вызвать конструктор а чтобы вызвать конструктора надо дать параметры поэтому возвращаясь туда в каком-то смысле явный вызов конструктора на самом деле просто совмещенный с созданием реального объекта потому что указатель еще не является объектом указатель это просто указатель перемены это хранение адреса а реальный объект я создаю при помощи нью так вот для того то и существует нью в отдельных молоках именно нью потому что нью это способ выделяя память создать вызвать вызвать выделяет память вызвать конкурт а вот где происходит то есть еще раз два варианта есть первый это явный вызов вот такого характера это просто синтаксис создание нового объекта в динамической памяти а раз создается объекты что конструктор надо будет понятно второе а да кстати вот в связи с этим возникает вопрос а если я захочу создать динамический массив динамический массив студент но я щас не буду ну давайте запятая звездочка м так положено писать я хочу тоже указать то что повторить звездочку еще раз не буду пояснять почему я так обычно не создаю так вот это тоже указатель на студента но я хочу создать массив нью-студент какой там у нас был синтаксис в квадратных скобках указано сколько элементов даты да вот так а вот так нельзя нельзя создавать массив студентов такой нельзя создавать массив объектов у которых нет конструктора по умолчанию у меня я запретил своего студента создавать без возрастной фамилии а у меня нет такого синтаксиса чтобы я каждому конкретно из этих десяти выдал сюда свои начальные значения для конструктора понимаете меня на реальность 10 конструкторов вызвали поэтому вот так нельзя если у меня конструктор по умолчанию отсутствие вот пока я не написал там студент пока там был и нет так было можно только надо понимать что при этом эти студенты с абстрактными возрастами какими-то там тысячами незануленными никакими либо я должен был бы написать свой собственный конструктор по умолчанию чтобы его возраст хотя бы за нулил что-то я теряю вас или что устали так ну что же еще немного еще чуть-чуть последний бой он трудный самый нам сейчас надо научиться научиться заворачивать в класс динамическую память рассказываю идею концепции а я не сказал про деструктор сейчас расскажу как раз значит как только у меня появляется вот такая штука как конструктор который обязательно вызывается при создании у меня возникает возможность студента сделать кричащим о своем появлении студент появляясь будет у меня кричать да вот сюда вот сяу как это мультик я родился зачислился зачислен значит и соответственно возраст а вы знаете кстати что всех студентов подчисляют так ладно значит зачислен окей да и соответственно возникает вопрос а когда же отчислен а я вам сказал что существует деструктор только не рассказал как его создать ну давайте я сейчас вот сюда пишу вы можете не переписывать полностью да а просто написать деструктор отдельно с помощью деструктора студент может уйти в академ вы под деструктором подразумеваете бензопилу я думаю нет а в тюрьму может нет деструктор вызывается именно при уничтожении объекта перед тем как очистится память вот перед тем как произойдет очистка памяти вот тогда он будет вызван автоматически правда если утечка памяти то тогда не будет вызвать а как программа раз не прозевали момент очистки памяти значит деструктор не будет вызвать понятно ладно возвращаемся еще раз не надо переписывать все что сверху пишите только сейчас вот этот деструктор как создается деструктор он выглядит следующим образом тильда вот такая штуковина также где буква йо возле скейпа с шифтом нажимается тильда студент так и соответственно у деструктора не бывает параметра то есть когда я конструирую у меня еще есть возможность место куда сунуть параметры а деструктор вызывается абсолютно автоматически вот как только объект перестает существовать все то есть если например я в цикле создаю объект то у меня конструктор вызывается в цикле на каждой итерации то на каждой итерации у меня будет создаваться новый объект в конце итерации деструктор очищает сейчас покажу ну я напишу здесь соответственно std2.chseout что я сделаю я напишу отчислен на самом деле я из конструктора уже могу вызывать методы этого объекта если я уверен что они отработают я мог здесь написать зачислен а потом вызвать собственно print кстати хорошо бы это научить вас делать потому что методы этого же собственного экземпляра вызываются тривиальным образом точно так же как я тривиальным образом обращаюсь к атрибутам так же я тривиальным образом вызываю метод ну давайте я вот именно в деструкторе это пропишу я напишу std2.chseout отчислен а дальше мне просто надо скончать студента принтануть его я просто беру и вызываю принт обратите внимание в этом случае я могу вызвать метод не указывая перед ним для кого я его вызываю точно так же как я могу для атрибутов не указывать this стрелочка name точно так же я могу не указывать this стрелочка print нету selfа но я просто могу сказать принт если такой метод есть то он вызовет именно его причем this будет тот же самый для этого же объекта будет вызван принт понятно тот же студент будет распечатан то есть у меня получается что объект он внутри себя имеет очень сокращенные имена свойств своих и методов их очень легко обращаться к ним легко их легко вызывать поняли что такое деструк а куда девается int, h, string, name когда объект уничтожается поскольку name является классом точнее объектом класса string то при удалении тайна от меня но автоматически будет вызван его деструктор который почистит память то есть у меня на самом деле здесь такое вот как сказать вложенное действие когда я делаю конструктор student то у меня на самом деле вот этому моменту у стринга уже дернут его конструктор по умолчанию в тихую в какой-то момент я вам расскажу про то как дергается конструктор не по умолчанию а если я хочу сделать студента погрузить студента в какой-то объект внутри то есть не получается по порядку создается ну конструктор вызывается еще раз ну по порядку вызывается то есть сначала у всех полей получается структура а потом уже у самой структуры вызывается конструктор типа такого да причем память выделяет а я не помню но к моменту когда вызывается конструктор каждой соответствующего атрибута то там уже конструктор ладно но это уже многоэтажные вызовы сейчас не важно но смысл в том что деструктор вызывает автоматически когда заканчивается контекст существования объект закончился а это вот можно вопрос удаление объекта например объект был локальный ну экземпляр классов был например локальным объектом и когда вот мы например выходим из куска да 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 выходим из куска кода все выдернулся и вот у нас вот он будет распечатан вот этот начислитель да 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 вот пример пример такой ситуации вот у меня int мы так вот у меня первый student создан student a почему там не знаю допустим 17 запретая вас никакого принта нету но я уже увижу как только отработает вот эта строка он сам скажет зачислен да дальше допустим я открываю обратите внимание для того чтобы открыть контекст вот такую открывающуюся скобку не обязательно корпуса и как раз вот для контроля за памятью я могу вот так взять открыть соответственно с тюдент а б тюдент б 18 петель понятно дальше я что нибудь с ним делаю например б точка эйджинг так и после этого я закрываю фигурную скобку что у меня произошло а у меня закончился контекст существования б переменная б память из под нее очищена да простите пожалуйста а значит для б вот здесь будет вызван деструктор втихую молча не но он не молчаливый у меня я увижу об этом понятно новый контекст в котором я создам другого студента пожалуйста вот student c и когда мы из мейна будем выходить он тоже будет да или нет когда из мейна да мейн тоже функция при выходе из функции если у нас объект был локальный внутри функции да будет вызван деструктор от самого уничтожения как то кроме как выхода из какого то блока можно ли его явным образом уничтожить только если ты держишь в руках сам управление памятью если ты его создавал на динамической памяти то ты можешь его явным образом делитнуть да вот делит то есть ты очищаешь память из под pointer student да и вот в этот момент произойдет вызов деструктора явным образом но в любом случае конструктор при создании деструктор при удалении то есть к моменту это привязано к моментам когда в принципе память под атрибуты либо моделяется либо возвращается очень важной концепцией является захват ресурса дело в том что работа программы часто ну не то чтобы сводится к работе с ресурсами но без ресурсов программа ничего не может например файл надо открывать память захватывать оперативную или ну сетевой какой-нибудь сокет соединение установить и захватить вот этот ресурс и отвечать есть такое понятие как принцип единственной ответственности то есть у меня не должно возникать такой ситуации когда у меня несколько объектов отвечают за одно и то же у меня объект должен отвечать за что-то и больше никто за это не отвечает понятно это на самом деле бывает и в жизни так все отвечают за все значит никто ни за что не отвечает так должен быть принцип четкой ответственности у меня экземпляр класса при создании должен захватить некоторый ресурс и владение а когда я освобождаю то соответственно я очищаю эта концепция именно вот такая когда захват ресурса происходит вместе с созданием объекта с инициализацией его в конструкторе понятно а освобождение в деструкторе с моментом когда объект уничтожается ресурс автоматически освобождается называется РАИ это достаточно ценная концепция она в стандартной библиотеке реализована много где и сами когда вы будете думать о том вот у вас какой-то ресурс сетевое соединение или какой-нибудь семафор какой-нибудь дейкстр или какая-нибудь еще штуковина вот вот вам операционная система дала или вы сами сделали какой-то ресурс вы хотите чтобы за него кто-то отвечал вот в этом случае используйте вот этот принцип ресурс эквизишн is implied initialization то есть acquisition да то есть получение ресурса есть инициализация ясно как это будет выглядеть как это будет выглядеть я сейчас создам класс который обернет динамическую память то есть в нем я реально буду молочить новую память ну правда не ютан будет делать но для простого типа для int понятно ну там int 32t какой-нибудь значит что я сейчас делаю struct пока слово класс придерживаем до следующего раза в следующий раз я расскажу про реальную капсуляцию как все запретить всем struct ну давайте назовем его словом struct struct стек что я хочу сделать я хочу чтобы мой стек был динамическим на динамической памяти соответственно когда я его внутренняя часть состоит в том что я поддерживаю его указатель на начало массива и я буду поддерживать максимальный его размер то есть сколько там собственно экземпляров int 32 аллоцировать ну вот соответственно аллокей итак поехали первое int 32t давайте чтобы я четко отличал и чтобы это был совсем стандартный там double будут храниться это стек double double звездочка это у меня будет соответственно его начало double звездочка ну давайте буковкой s double звездочка s соответственно два параметра int allocated это количество аллоцированных байт памяти чтобы я помнил сколько байт и не вылез за пределы своей памяти и мне потребуется int top верхушка уровня заполненности естественно когда я создаю новый стек то мне нужно аллоцировать определенное количество памяти и топ проставить в ноль поэтому я создам конструктор стека естественно он обязан называться точно так же называется мой класс и конструктор будет с параметрами какой параметр мне нужен мне нужно знать сколько аллоцировать да мне нужно знать значит max size max size если я хочу чтобы у меня был некий стандартный объем аллоцирования 100 элементов 1000 элементов я могу вот здесь вписать равно 100 и у меня возникнет конструктор по умолчанию помните функции конструктор является специфической специфическим методом но метод все-таки метод а метод является функцией значит конструктор хоть и специфическая но все-таки функция понятно хоть мы и не можем его яб сами вызывать но в принципе а почему его нет раз он все-таки функция значит параметр по умолчанию может быть в этом случае мой конструктор вот этот становится одновременно конструктором с параметром, и в то же время конструктором и без параметра. То есть он одновременно еще и конструктор поумолчает. Понятно? Так, двигаемся дальше. Что же я буду делать там внутри? В первую очередь я аллоцирую память. Значит, я скажу S равно new double. Сколько мне этих double надо сделать? Собственно, max size штук. Max size штук. По-хорошему, если операционная система мне не дала памяти, вот здесь я должен запаниковать и вызвать исключение. Но я вам пока не рассказываю про это, поэтому пропускаю. Будем считать, что операционная система всегда дает память. Я должен сохранить у себя allocated собственно вот этот параметр. max size. И мне нужно заполнить уровень заполненности. пока он пустой, топ равно нулюсом. Топ равно нулюсом. Дальше. Реализация пушки поп в данном случае тривиально. Реализуем? Ну, реализуем они в одну строчку буквально, в две строки получатся. Значит, void push я контролировать выход за границу allocated не буду, хотя можно и проконтролировать. void push, что я делаю? Значит, double x что я делаю внутри этого метода? Я в s давайте так если у меня топ меньше, чем allocated. Чтобы не переполнился. Наверное, он втихуе будет молча проглатывать, push реально происходить не будет, но зато я не вылезу в чужую память. Итак, если топ меньше, чем allocated, что я буду делать? Я буду писать s от топ плюс плюс равно x. s от топ плюс плюс равно x. Я обещал, например, я покушал две строки. Не идеально, но равно. И, соответственно, double pop double pop и здесь, соответственно, что я делаю? Если у меня топ равно равно 0, в этом случае я должен выйти, вернув, собственно, ну а что я буду возвращать в этом случае? Я даже не знаю, что мне возвращать. если стать пусто, я пытаюсь сделать pop. Ну, не знаю, минус 1 давайте возвращать. Это тоже не идеально совершенно, потому что я же могу прозевать все оттуда. Это и минус 1 является вполне разумным значением для tabla. То есть тут еще отдельный вопрос, что надо делать, если попытались сделать pop из пустого стека. Но сейчас не в этом дело. Нам сейчас вообще, вот это сейчас не суть в ад, на самом деле. Нам важно, чтобы происходить в деструкторе. Потому что я захватил ресурс в конструкторе. А отдавать я буду его именно в деструкторе. И за счет того, что у меня всегда у объекта только один раз называется конструктор и только один раз в деструктор, у меня произойдет автоматическое освобождение. Короче, я сейчас, ну давайте я напишу, что притеран соответственно этот самый S под минус, минус, стоп. А деструктор теперь, ну мне придется его дописывать, но я правее конструктора как-то просто напишу. Соответственно, tilda stack, параметров у деструктора никаких нет. Обратите внимание, у деструктора тоже нет возвращаемого типа. Он тоже ничего не может вернуть, в принципе. Ну в смысле, void не пишется. Так, и соответственно, что я пишу, соответственно, я здесь делаю делит с квадратными скобками, поскольку выделял как динамический массив, делит с квадратными скобками S. Можно вопрос? Да. Отобретет S минус, минус, топ. Сначала уменьшит топ на 1, потом вернет его. Я не возьмусь сказать, когда реально в начале, когда реально после, но минус, минус топ вернет, будет вот сюда, в квадратные скобки, поставлено уменьшенное на единичку значение, чем топ. А вот когда реально память самого топа уменьшится до того, как... Нет, ну в данном случае вернет, но он, естественно, после, да. Вначале уменьшит, может, и так сказать, а потом... Разве не должно быть, наоборот, мы должны вернуть последний элемент, потом уменьшить топ на 3. Давайте сейчас не будем про алгоритмы. Я правильно написал. Я написал правильно. Сейчас не будем это обсуждать. Главное, понять смысл вот этого захвата ресурса. То есть, еще раз, мой стенд, когда он создается, он захватывает ресурсы. Да? То есть, я тем самым сделал acquisition, да? А потом все, я освобождаю. И я точно не потеряю эту память. Понимаете? Не будет в моем релик. Ясно? Гарантия. Он за это дело ручается, и только он. Больше никто за эту память не отвечает. Но единственное, что у меня здесь нет никакой инкапсуляции. Я же фигню тут, ну, как сказать, у меня все как машина без капота. Понимаете? Она едет, а крышки нет. На самом деле, кто хочет, может залезть внутрь моего объекта, взять и написать delete. Вот я создам стек. Как я из вне буду этот стек пользоваться? Вот я создаю этот самый стек. Ну, например, стек А. Ну, вот я, допустим, ему скажу, что я там тысячу элементов собираюсь, а могу еще и рядом стек B создать, не указав, поскольку я здесь сделал параметр по умолчанию, но это будет соперник по умолчанию. Видите, да? Оказывается, можно сделать так, чтобы конструктор был и по умолчанию, и не по умолчанию, а на крышке. То есть, такой, который без параметра. Ясно? То есть, за счет этого я смогу эти стеки погружать, здесь сделать массив стека, заложить их в вектор, стандартный контейнер-вектор, который вы сегодня должны были использовать. Хотя в первой задачке она оказалась неудачной, она скорее под множество, под цепь. Но тем не менее... Контеста не было. Не заработал, что ли? Его просто не был. А, вам сделали без него, Нет, просто его просто не был. Он был? Мы его, как бы, его не найти было в этом проблема. Он есть. Он в ужин не был. Он есть, и он работает. И он будет работать в течение, там, до пятницы. Просто у него на конце девяточка. Он запущен. Я проверил. Ну, просто на сайте невозможно было опубликовать, там проблемы какие-то возникли. А? Можно его опубликовать и там. Ну, я разберусь, опубликую, естественно. Ну, он точно такой же, как все остальные, просто в конце девяточка. То есть, неделя там девятая, соответственно, по-це девяточка. Ну, ладно, жаль, конечно. Так, ну, на этом, наверное, на сегодня все. Давайте заканчиваем. Если есть вопросы, попрошу. Да. Потому топ минус-минус. Как же? У меня топ равный нулю является законным местом массива. Поэтому, когда я закладываю, я закладываю нулевой. Топ при этом хранит количество элементов. Он поднялся на единичку. Я делаю поп. А топ, сейчас равен единичке. А, топ хранит количество элементов. Мне надо вернуть тот, который левее. Топ хранит количество элементов. Да. А не индекс последний. Ну, видно же. Все, все. Вопрос еще. Ну, все. А, класс, из классов можно делать шаблоны. Ну, про это потом как-нибудь. Спасибо большое. До свидания. АПЛОДИСМЕНТИМЕНТИМ